Одна параллель с французской провинцией Бордо. Уникальный климат и роза ветров. Все это теперь позволяет выращивать 23 сорта европейского винограда именно на Кубани. В крае, где возделывают солнечную ягоду и производят больше половины всего российского вина, сегодня вместе приехали губернатор Александр Ткачев, руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. У Левкадии 80 гектаров виноградников, или, как говорят французы, терруар. В Крымской зоне у нас никогда не было хороших вин. Традиционно считалось, что это Атаманская, Геленджи, Канапа, вот приезжая зона, они давали качественное, более-менее сносное вино. А Крымская, это в основном виноград, да, это товарный виноград, не более того, или крепленная вина. Ну, мы доказали, что. Да, доказали, что и здесь, на этой земле, уникальность. В лаборатории уже изучают качество не только продукта, но и почвы, ее кислотность, состав. А уже ароматные, белые и благородные красные вина затем выдерживают в бочках. Французы говорят, или в Шермеи говорят, что все началось сеть сам. Поэтому, в принципе, они выполняют все операции, но основная часть операции у них, даем ему дозревать, отдохнуть, как положено. Значительный перепад дневных и ночных температур позволяет создавать вина красивого цвета и высокого качества. В этом убедились гости. Представители Росалкогольрегулирования, губернатор Александр Ткачев продегустировали напитки. Сегодня здесь не только представители Левкадзе пригласили и других кубанских виноделов. Эта встреча своего рода рубеж. Всего две недели назад в России вино приравняли к сельхозпродукции. Мы, по большому счету, стали называться тем, кем мы по природе должны были быть. Мы виноделы. Но уже на законном основании утверждается, что вино натурально делается из винограда. А не из залычи, не из картошки. И, конечно, пробить это решение, хочу сказать, не понаслышке, потому что сам изнутри, в общем-то, боролся вместе с вами с этим. Было непросто. Восстановление о признании вина сельскохозяйственным продуктом для нас, тех, кто занимается вином, это, прежде всего, восстановление справедливости. Крестьянам разрешили крестьянский продукт называть крестьянским продуктом, сельскохозяйственной продукцией. Сегодня за одним столом власти, производители вина и те, кто отвечает за алкогольный рынок всей страны. Именно руководство Росалкогольрегулирования в свое время помогло краевым властям пробить важный для Кубани документ. Теперь собрались, чтобы обсудить другие проблемы, которые мешают дальнейшему развитию виноделия в России. Мы видим, что вы тоже не сидите сложа руки. Мы видим, что уже 10 предприятий вышли на мировой рынок. Из них, из 10, 8 – это Краснодарского края предприятия. Все отлично. На сегодняшний день администрацией Краснодарского края и службой сделаны ключевые шаги в направлении развития виноделия. Сегодня подготовлена и сегодня будет утверждена дорожная карта, что это план мероприятий по развитию виноделия в Краснодарском крае. В дорожной карте учтут все замечания виноделов. Во-первых, намерены упростить получение лицензии для фермерских хозяйств. Предлагается лицензировать саму продажу вина и присваивать напитку географические названия. Таким образом, защитить уже известные бренды. Отдельный разговор о культуре питья. Губернаторы, виноделы Кубани уже не раз предлагали внести поправки в закон о рекламе. О качественном вине потребитель должен знать. Решить проблему может и агротуризм. Ведь ежегодно на курортах края отдыхает 13 миллионов человек. Люди приезжают не только увидеть местный помидор и покупаться в море, но и они должны познакомиться с нашим кубанским местным вином. Это культура, это традиция, это ментальность не только производителя, но и самих потребителей. Тем самым увезя этот вкус в далекую Сибирь, в Челябинск, за Урал, в Москву. И тем самым уже выбирая эту бутылку и ища на полке своего супермаркета. Это очень важно, потому что это уникальная возможность продвигать свой продукт, свой товар, используя вот эту нашу курортную составляющую. Ревкадия сделала первые шаги в развитии винного туризма. Компания намерена построить несколько шато и винный завод. Ресторан с отелями на берегу озера, рядом с виноградниками. Спрос на такой отдых в России есть, пока мало предложений. Люди хотят что-то новое, люди хотят получить качественный продукт. Они хотят уехать, реально смотрю, уехать в деревню и посмотреть, где выращивается виноград. Ведь на самом деле некоторые люди вообще не знают, как он растет. Вино должно являться продуктом местности. Напиток можно производить только там, где выращивается виноград. Это тоже будет способствовать развитию производства вина. Дорожную карту сегодня утвердили и подписали губернатор Александр Ткачев и руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян. Это еще один шаг, направленный на поддержку легальных производителей вина. Евгений Вольский, Валерий Пятов и Денис Москаленко, 9 канал, Крымский район.